что такое конденсация если по простому конденсация это процесс посредством которого водяной пар в воздухе превращается в жидкую воду это важнейший процесс в круговороте воды и он отвечает за образование росы тумана и облаков когда температура воздуха понижается водяной пар в воздухе конденсируется и образует крошечные капельки воды эти капли в конечном итоге становятся слишком тяжелыми чтобы парить в воздухе и они падают на землю в виде дождя мокрого снега ну или снегопада более научное определение конденсации это изменение состояния вещества из газовой фазы жидкую фазу и это процесс обратное испарение процесс изменения состояния водяного пара в жидкую воду при контакте жидкой или твердой поверхностью или ядрами конденсации облаков в атмосфере почему же почему же пар обжигает сильнее воды той же температуры по сути кипение это форма передачи энергии при которой жидкая фаза активно превращается в парообразное состояние следовательно происходит обратный процесс конденсации он сопровождается выделением теплоты следовательно ожог от пара сильнее чем от воды если вас интересует вопрос о качестве пара вы найдете на него ответ в нашей статье который бурно мы там все описываем не она будет по ссылке на тут 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 либо под этим видео энергия фазового перехода и очень важные свойства насыщенного пара давайте разберем этот вопрос у пара есть особые свойства особые физические свойства которые нам нужно поднимать для непосредственной работы с ним в профессиональной на профессиональной основе именно эти свойства диктует повышенное требование по качеству к оборудованию что это за свойства такие спросите вы во первых это прямая зависимость или непосредственно прямое соотношение между температурой пары при определенном давлении то есть зная температуру пара мы всегда можем узнать давление в системе и наоборот для этого существуют специальные таблицы которые вы можете найти в открытых источниках в сети интернет и воспользоваться нашим примером наш пример по ссылке в описании либо на экране смотрите где то он тут должен появиться вот наш пример то есть если рассмотреть то на паузу но лучше всего его скачать на нашем сайте во вторых во вторых растет температура следовательно растет и давление а также плотность водяного пара водяной пар становится горячим тяжелым с высоким значением удельной теплоемкости необходимо понимать что при росте давления пар сжимается а вода нет в третьих пар является одним из лучших теплоносителей и в момент образования конденсата происходит выделение тепла которое мы как раз и используем в работе то есть как бы все наши предприятия с которыми мы работаем как раз это и используем по простому доступному если бы не было выделение конденсата то и не происходило бы передачи тепла это важная мысль по научному или по модному при парообразовании происходит поглощение значительного количества энергии называемой скрытой тепловой теплотой парообразования при обратном процессе процессе конденсации выделяется такое же количество тепла в этом и и заключается основной принцип передачи тепла с помощью пара то есть использование энергии фазового перехода и и Субтитры создавал DimaTorzok